Опа-нас, салам алейкум, братики, салам, саламчики, братанчики, многие из вас просили меня снять новую часть игр для суеты на ваши телефоны, в которых вы можете хасанить, суетить, дрифтить, и сейчас я вам покажу целых 5 новых игр. Но перед этим я хочу напомнить вам о том-то, что в прошлом ролике мы разыгрывали 3000 рублей, которые получает вот этот подписчик, а если ты также хочешь получить бабки на халяву, то тебе всего-то нужно подписаться на мой каналчик, поставить лайк, написать огромное количество комментариев, итоги будут в следующем видео. Первая игрушка реально создана для нашей сыты, и вы её ещё нигде не видели, называется она «Русская деревня Трафик Рейсер». В этой игре нам предлагают на выбор целых 18 различных машин, но многие из них недоступны, и на них мы должны заработать бабки. Поэтому я выбрал себе бесплатную машину, а именно это ВАЗ-21099, накинул на неё немного тюнинга, и теперь моя машина выглядит довольно-таки неплохо. Также тут на свою машину вы можете установить абсолютно любые номера, но почему-то эта функция у меня не работает. В этой игре имеется целых 4 режима, и я решил зайти в самый первый. Как вы поняли, в этой игре нам нужно шашковать между нашими машинами и за это получать бабки. Вы просто посмотрите на это ужасное управление. Машину кидают в разные стороны, и её почти невозможно удержать. Хотя, это оперская игра, и возможно, такое управление было задумано. Также в этой игре имеется вид от первого лица, и кататься с ним реально кайфово. Далее у нас идёт секретная игра для суеты, которой даже нету в плеймаркете, и называется она Император 0.18. В этой игре нету меню, поэтому мы сразу спавнимся в каком-то городе, и нам выдаётся вот такой шикарный Мерседес. Вы просто посмотрите на эту сочную графику, она мне очень нравится. В этой игре у нас имеется огромная самодельная карта, которую я ещё нигде не видел. На машине вы можете нормально так-то похасанить, потому что управление в этой игре, ну, очень крутое, а? Вы прикиньте, тут даже проработаны повреждения машин. Я врезался в какую-то полицейскую тачку, и обе машины помялись. В одной из кнопок интерфейса я нашёл тюнинг. Тут мы можем заменить колёса, изменить развал, ход подвески. Это очень круто, а? А ещё в этих машинах проработан салон, но, к сожалению, наш спидометр нифига не работает. Я нашёл меню, в котором вы можете заспавнить машины. Думаю, их название вы сами увидите. Я заспавнил себе вот такую приору, на ней похасанил, и, честно говоря, эта игра мне реально понравилась. Следующей игрой у нас является проект, на котором я сам постоянно играю. Называется он онлайн-рп. Зайдя сюда, ты являешься обычным бомжом, но если на сервере Гавайи ты введёшь промокод хэштег бестик, то получишь секретную тачку, а также огромное количество денег. Теперь у меня есть целых 2 миллиона долларов. После этого мы арендуем мопед и отправляемся в наш автосалон. Тут имеется очень много машин, но я выбрал себе Nissan GTR за 900 тысяч долларов. Покупаем его и едем в наш тюнинг-центр. Тюнинг у нас, ну, очень дешёвый, поэтому устанавливаем всё, что тут есть. Теперь у нас имеется, ну, очень крутая тачка. Если тебе понравился данный проект, то скачивай его по ссылочке в описании. После этого у нас идёт игра, которая по-любому вам понравится, и называется она Real Car Crash. В этой игре имеется достаточно разнообразный автопарк, состоящий из 30 машин. В этой игре нам выдаётся вот такая шикарная четвёрка, на которой мы будем кататься. Первым делом я зашёл в режим краш-теста. Как вы поняли, эта игра основана на разбивании наших машин. Повреждения тут проработаны на высшем уровне, они мне реально нравятся. Также тут у нас имеется очень интересный режим, а именно это Derby. Тут нам нужно врезаться в машины соперников до их взрыва. Если вы взрываете их машины, то, естественно, вы выигрываете. На самом деле игра реально интересная, и я вам советую в неё поиграть. Ну и последняя игра подойдёт для реальных а-ля суетологов, хасанаторов, дрифтеров. И называется она как-то вот так, честно говоря, я не могу прочитать это название. В этой игре у нас имеется более сотни машин. Я просто в шоке, потому что такого количества я ещё нигде не видел. Я выбрал себе вот такую хасанаторскую Тойоту Короллу. Из тюнинга мы можем снять бампер на нашей машине. Выбрать любой подходящий цвет для нашей тачки. Охренеть! Туда же можно поменять салон в своей машине. Такое я вижу впервые. Помимо этого, вы можете выбрать и настроить колёса. Как же без этого? Также вы можете изменить скин своего персонажа на более приятный для вас. Ну и давайте сейчас мы неужели нажмём на кнопочку старт. Зашёл я на какой-то онлайн сервер и появился в городе. Тут я могу бегать, возле меня располагается моя машина. А также тут имеются какие-то игроки. И я не совсем понимаю, чем они занимаются. Тут вы можете нормально походить боком на своей машине. Поразвлекаться с нашими игроками. Короче говоря, игра реально годная. Да, эй.